Спасибо. Рад всех приветствовать. Я первый раз в Директ-Академии, поэтому не судите сурово. Тема называется «Прививка чтением или я научу тебя любить книги». На самом деле, что хочу сказать. Первое. То, что, конечно же, эта тема непростая. В данную тему, на мой взгляд, должны входить несколько человек. Это и библиотекарь, и психолог, и педагог. Но я во всех лицах. Вкратце расскажу о себе. Я работал в самых разных библиотеках. Это школьные библиотеки, был заведующим. Это муниципальные, федеральные библиотеки. В основном работал в области подросткового сопровождения, работал как в детской библиотеке и в библиотеках семейного чтения. Поэтому об этой теме я хочу рассказать. У меня немножко свой взгляд на эту тему. Хочу еще два момента пояснить. Первый. Если у вас будут вопросы, пишите сразу во вкладку с вопросами по ходу нашего вебинара. Я думаю, так будет удобно. И второе. Если у кого-то не получится скачать, ну или будут сложности скачать презентацию, я сейчас и в конце вебинара дам ссылку на Google Диск. Там будет помимо презентации еще и плакат «10 правил Пенека», которые можно будет скачать и распечатать, и повесить у себя. Собственно говоря, сейчас я эту ссылку отправлю в чат. Вот она. Она действующая. Замечательно. И мы начинаем. Наш первый слайд. Наш вебинар простроил очень простым образом. Это будут вопросы, которые я задаю сам себе. И своего рода восклицания, то есть утверждения. Книга – главный источник информации. Я считаю, что не совсем на данный момент. Скорее, это носитель. Носитель, который очень удачный. И удобный, удачный. Который не выходит из обращения. Из моды, из обращения. Своего рода та же «Береста» была удобным материалом, самым распространенным. Глиняные таблички и так далее. Сейчас это максимальное распространение книга. Она удобна. Носитель. В целом, это просто информация, как я вижу и как я об этом говорю. Поэтому нет, конечно же, книга – это не основной источник информации. Источников очень много. Диски, та же «Береста», газеты и те же информационные источники. Если говорить про самые распространенные источники, я бы назвал, вот, брать, как институции, библиотеки и все остальное, ну, музеи, я бы взял все-таки архивы. Потому что больше всего информации сосредоточено в архивах. Сейчас, конечно, происходят разные смещения в области музейного, библиотечного, архивного дела. И происходит некая трансформация во что-то одно, что отчасти правильно. Но пока информации больше всего, так или иначе, накоплено в архивах. Это не, по большей части, не совсем книги. Это, как правило, самые разные документы. Ну да, это бумага. То есть бумага тоже всего рода носитель. Слушать книги не равно читать. То есть есть такое утверждение, что если человек, ребенок, не ребенок, взрослый, слушает аудиокнигу, то он тратит время зря, попусту. Дело в том, что я аудиал, я много слушаю книг. Я так не считаю. Я считаю, что это тоже форма, это тоже носитель аудио. Неважно, в электронном виде, на диске, еще где-то. Основная история с нашим организмом, будь это глаза, будь это уши, будь это тактильное ощущение мира, получить информацию. И каждая вот эта форма, она имеет свои особенности, она имеет свои привычки. Все нарабатывается со временем. Кому-то удобнее слушать, кому-то удобнее читать. И в первой форме и во второй форме можно достичь колоссальных успехов. Я не раз встречал людей, читателей, тех же подростков, кому удобно просто слушать книги, нежели их читать. Это не хорошо и не плохо, это данность, это просто есть. И если я, например, лучше получаю информацию через именно аудио, через прослушку, нежели через газеты, через бумагу и так далее. У меня просто выработалась такая некая привычка, которая отчасти с детства, отчасти не с детства, отчасти в институте. Есть еще такое понятие, как медийное клиповое мышление, медийное мышление и появляется как медийное чтение. То есть везде по чуть-чуть, особенно я не так давно был студентом, когда мало времени, везде по чуть-чуть начинаешь хватать. Где-то что-то прочитал, где-то что-то услышал. Хорошо это или плохо опять? Это и не то, и не это. Это данность. В целом, как быстрая форма, где-то продвинуться, написать какую-нибудь курсовую небольшую, это очень даже хорошо. Если речь идет про какое-то углубление, да, тут есть вопросы. Конечно, сильно углубляться не получится. Но этот способ позволяет расширить кругозор, что очень хорошо бывает. А тоже бытует такое мнение, что электронные книги закончатся, когда отключится электричество. На самом деле, и следующий слайд, если я помню правильно, будет об этом, все время ставится в какое-то сравнение формы и носители информации. Какая-то борьба форматов происходит. Я так вообще не считаю. Я считаю, что так или иначе электричество отключится, все эти данные будут сохранены. Что-то, конечно же, может пропасть. Все зависит от того, какой будет сбой, какие будут проблемы. Но есть множество различных резервных источников хранения. Копии в тех же библиотеках, музеях. Сам тот же интернет, это сетевая технология по сути жестких дисков, то есть серверов хранения информации. И все это разом исчезнуть, это практически что ли невозможно. Поэтому мнение такое бытует, но я его не разделяю. Ну и, как я говорил, я правильно вспомнил, битва носителей, кто кого. Аудиоформат, бумажный формат, электронный формат. Все время речь идет о том, что лучше, что не лучше, что портит глаза, что наоборот мешает восприятию, мешает получать информацию. И какой же формат в итоге победит. То есть есть книжники, есть аудиалы, есть так далее. Электронщики, на мой взгляд, это тоже из области каких-то заговоров. На мой взгляд, никто не победит. Это форматы, и они хороши каждый сам по себе. С которыми нужно обязательно работать, взаимодействовать. Действовать никак иначе. То есть нельзя взять, выбросить один формат и оставить другой. Все будет. Единственное, что происходит, и это факт, конечно, количество выпущенных книг, количество, ну вот, полюбившийся формат, библиотеками, многими читателями. Он будет сокращаться. Это факт. И об этом все знают, об этом все говорят. Но это не говорит о том, что книга, на мой взгляд, умрет. Вот, она не умрет. Единственное, что происходит, это размытие процентного соотношения. Если раньше, я, к примеру, говорю, у меня этих данных нет, ну, я изучал данную тему. К примеру, если раньше, берем весь рынок за основу, электронные носители, бумажные, какой-нибудь винил и так далее. Основу рынка занимала книга, у процентов 50-70, к примеру. То сейчас это процентное соотношение просто размывается. Размывается вводом новых носителей, тех же электронных и аудио. Сейчас очень популярны эти два носителя. Действительно, приходит, ну, я тоже не могу сказать, что очень люблю вот эти термины, то или иное поколение, Z, не Z и так далее. На мой взгляд, у каждого поколения есть свои какие-то прогрессивные люди, и аутсайдеры и так далее. То есть, это теория поколений. Я ее тоже не поддерживаю. На мой взгляд, она такая немножко надуманная. Просто нельзя взять всю цепочку поколения, там родилось миллион человек, им исполнилось в какой-то момент 18, и сказать, вот это поколение Z. Ну, это странно, потому что в этом поколении будут люди, которые будут любить книги, будут любить самые разные форматы. Кто-то будет протестовать против экологии, кто-то, наоборот, будет ее поддерживать. И любые вот эти маркеры, они, на мой взгляд, не работают на большую выборку людей. Поэтому также с форматами. Все нужно, все работает. Единственное будет размытие, размытие книжного рынка. Сейчас еще такой момент, поскольку до сих пор есть сложности, ну, до сих пор такой по умолчанию идет локдаун, то есть, есть какие-то ограничения. Действительно, процентное соотношение и доля рынка – это не мои фантазии. И об этом на каждом уже углу говорят, издательства, есть, вы знаете, эти платформы, Литрес, Стритейл, которые, ну, так или иначе, поставляют и тем же школам, и не только школам аудиоформаты, электронные форматы. Действительно, продажи растут. Ну, это факт. Но, на мой взгляд, причем заявляется у какой-то революции, революции электронных книг. Я не знаю, я не вижу никакой революции. Продажи растут, они будут расти, но все останется. Просто вместо 50% книжного рынка это будет 45%. И потихонечку это будет переходить в другой формат. Теперь мы потихоньку, мы обсудили про книги, мы обсудили про форматы, мы обсудили чего, как и почему. Теперь потихоньку мы переходим, наверное, к конкретике, к самой теме. Это страхи родителей. Я беру из своего опыта, который у меня был, когда я работал в школе, да и не только в школе, чего боятся родители в плане своих детей. Они боятся того, что дети не будут, как они, не будут читать то, что когда-то читали родители. Не раз такое было. Приходит мама с дочкой, с сыном и показывает. Вот смотри, я читала про бежен лук или белый пузик. С одной стороны, это школьная программа, ничего в этом такого нет. Так или иначе, ребята, ну, не факт, что прочитают, но познакомятся с этим хотя бы. Вот, но для ребят они смотрят уже на другое. Они смотрят и на того же, очень популярная такая серия, это, например, коты-воители. То есть, если ребенок, подросток приходит за котами-воителями или за Гарри Поттером, то в идеале нужно ему это дать. Его оценка, его желание – это приоритет. Я не раз видел, когда родители пытаются как-то этот вопрос перебороть, что ли, перелонить. Да, вот это потом, прочитать то, что я читала в детстве или то, что я читал в детстве. В основном это мамы, как правило, с папами. Да, что-то, что-то ствеслось. Да, Дмитрий Викторович, если можно, давайте попробуем сейчас перезагрузиться, перезайти, в смысле вам перезайти, выйти и зайти заново, либо посмотреть какой-то пошел тикающий звук фоном. Тикающий звук. Может быть, рядом какой-то смартфон что-то лежит? Нет, ничего нет. Смотрите, ага. Ничего не лежит. Так, Екатерина, все хорошо. Давайте попробуем перезагрузиться. Не у всех, у кого-то нормально, да, коллеги? Хорошо. Но это прям сильно мешает. Коллеги, сейчас слышен этот звук. Нажмите, пожалуйста, на значок огонек, если звук тика не... Нет, все хорошо, все хорошо, не мешает, все окей. Ага, хорошо, коллеги. Не, микрофоны все отключены. Тонкий звук. У кого тонкий слух, кто-то слышал тонкий звук. Дмитрий Викторович, большая просьба. Давайте тогда, знаете, как сделаем. Я, если с моим появлением тика не стало поменьше, я отключу просто свою камеру-микрофон, останусь здесь. Вы, пожалуйста, большая просьба чуть-чуть погромче говорите, иначе плохо... Или поближе к микрофону, ладно? Да, я буду. Да, хорошо, коллеги, сейчас попробуем погромче. Да, ну, я остановился на страхах. Собственно говоря, вкратце повторю, если ребенок хочет определенную книгу, вернее так, приходили родители, которые брали для ребенка, рекомендовали ему то, что они читали в детстве. Ну, для подростка это не актуально. Как правило, они хотят уже другого. Они хотят каких-то современных серий, фантастики. Может быть, не настолько это понятно бывает родителю, взрослому человеку. Но ребенку это нужно давать. Следующий момент есть, это уже школьный опыт, есть несколько, ну, наверное, это типаж, типаж родителя. Вот я знаю, что нужно. Все, рекомендуйте моему ребенку. Рекомендуешь, вы не то рекомендуете. Да, есть с этим тоже определенная сложность. И причем родитель очень читающий, очень достойный, очень серьезный, но все время говорит и утверждает, что ребенок не читает книги. На самом деле, я бы тоже не читал, потому что происходит своего рода давление. Все время подкладывают какие-то книжки ребенку. Все время приводят его в ту же библиотеку. При библиотекаре просят подобрать книгу, но не хочет подросток или ребенок читать на данный момент. Вообще он хочет делать то, что ему нравится и читать то, что ему нравится. Вот два таких момента, которые были. На самом деле, таких историй было очень много, но они схожи. Но это такие наиболее яркие, которые, конечно, нужно стараться отслеживать. И даже был опыт, но это правда было, когда был локдаун. Родитель требовал, чтобы мы подобрали ребенку кучу книг. И, скажем так, даже жаловалась библиотеку, что вот девочка не читает. Мы посвящались с библиотекарями и приняли решение устроить вебинар-связь именно с мамой. Потому что вопросы к маме, а не к ребенку. То есть, когда такая история происходит, это, я скажу грубо, но это нервозы мамы. Это вопросы не в ребенке. После такого предложения вопросы прекратились. Так, от страхов переходим дальше. Куда уходит чтение? На самом деле, чтение никуда не уходит. Это так же, как с форматами. Все потихоньку размывается. Все уходит в разные источники. Чтение уходит в игры. Есть сейчас куча игр, где в этой фабуле игры, в этом мире, вы можете встретить какую-то цитату из Чехова, какую-то цитату из других книг. То есть, все это так или иначе перетекает туда. Все это уходит в иные форматы, в те же блоги, видеоблоги, подкасты. То есть, чтение трансформируется таким вот образом. А на мой взгляд, это все одно и то же. Что электронная форма, что бумажная форма, что аудиоформа. То есть, все это чтение так или иначе. Поэтому, на мой взгляд, ничего кардинально страшного не происходит. Все просто потихоньку упорядочивает. То есть, приходит в какой-то свой определенный порядок и развивается. Значит, вот следующий момент. Вот сейчас я хочу с этого слайда начать уже давать анти-лайфхаки. То, что не нужно делать. И, конечно, это не вопросы, но это я скорее родителям, которые вы можете позаимствовать и так посмотреть, делают ли они это. Вот я эти мысли взял, когда как раз смотрел на разных мам, что они делают с детьми. Они приходят, говорят, вот у меня ребенок не читает. Я вот вывел такие, ну не то чтобы форму, но просто семь мыслей, которые вот хочу с вами поделиться. Анти-лайфхаки, чего не надо делать ни в коем случае, чтобы ребенок читал. Вернее, да, чтобы он читал. Потому что именно они отбивают все желание читать. Не ставить условий. Вот ты, давай ты сначала мою книжку прочитаешь, которую я выбрала. А потом ты свою прочитаешь. Или, а вот я там. Я знаю, что есть люди, которые, им не очень нравится, что ребенок ходит в библиотеку. У меня тоже был такой пример. Приходила девочка восьми лет. И почему-то маме, вернее, я знаю почему, потому что мама спешила все время. Она заводила ребенка в библиотеку минут на пять после школы. И маме нужно было домой. Она же не оставит ребенка в библиотеке. Правильно, правильно. Соответственно, она в каком-то смысле даже давила на нее. И это чем-то напоминает, я много слышал. Мне 35 лет. Я не родился в Советском Союзе, но все-таки рос в таком сознательном возрасте. Был, когда уже была Россия, Российская Федерация. Я слышал эти истории, что советские дети читали под одеялом, с фонариками очень многие. Им запрещали, говорили, вот вы глаза испортите. И это как-то стимулировало, наверное, читать, стимулировало брать этот источник в руки. Я думаю, что с данной девочкой похожие истории. Ей запрещали и прям при мне. Даже в каком-то смысле угрожали, чтобы больше в библиотеку не придут. Ну, это странно, но тем не менее. Не нужно ставить никаких условий. Не заставлять. Если ребенок не читает, не нужно его заставлять читать. Вся проблема, и даже не проблема в том, что ребенок на самом деле читает. Только это чтение, оно везде. Оно не сосредоточено на одной какой-то книге. Он читает упражнения, он читает переписку, он читает какие-то тексты в соцсетях. На самом деле этого чтения очень много, и оно там. Да, это не то, что, возможно, хотят родители, это не то, что, возможно, хотят педагоги и так далее. Но это так или иначе чтение, форма чтения. Поэтому заставлять не нужно, пусть все движется так, как движется. Не запрещать читать то, что он хочет. Ну, я про это немножко говорил. Если мальчик, парень, к примеру, ему нравится, скажу такое слово, загоняется по фантастике. Ну, нравится ему это. Ну, а вы считаете, что, или педагог считает, наставник, неважно кто, скажем так, ответственный взрослый, что, ну, пора куда-то переходить в другой жанр. Не пора, потому что самый главный эксперт, как это ни странно, в области чтения, это не библиотекарь, это не педагог, это не папа и не мама. Это сам подросток или сам ребенок. Я так считаю. Не надо сравнивать. Это самое такое гадкое, потому что и меня в детстве сравнивали много с чем, так или иначе, родители, не родители. И в области чтения не нужно сравнивать, что вот я в твои годы читала, я в твои годы под одеялом была с фонариком. Очень простая истина. Уже не то время, уже не те годы, да и родители уже давно выросли. И, соответственно, восприятие другое, время другое, технологии другие, во многом и чтению происходят. На самом деле, очень похоже все равно, но по-другому. Поэтому сравнивать не нужно. И единственное, к чему это может привести к какому-то уничижению, к потере смысла. Вот и все. Это как раз касается нервных родителей. Не нужно поднимать панику. Вот ребенок не читает. Боже мой. Сейчас мы его загрузим книгами, сейчас мы его будем вводить по библиотекам. Сейчас мы еще что-нибудь придумаем. Наймем кучу репетиторов и так далее. Не нужно поднимать панику. Единственное, что может быть из-за этой паники, только нервная обстановка, в которой подросток и ребенок, а мы все были подростками и ребенками, это чувствуется. Единственное, что можно получить, какой-то легкий, а то и тяжелый невроз. Смотря как к этому подходить, можно довести до серьезной степени. Естественно, никакого чтения после этого не будет. Ну и желание что-то читать. Шестое. Не нужно отказываться в пользу книг от аудиокниг, диафильмов, спектаклей, от совместных просмотров фильмов с субтитрами. Ну тут можно ряд продолжать бесконечно. То есть есть родители, не только родители, педагоги, в общем есть люди, которые привержены какому-то одному формату. Вот они считают, что книга это главный инструмент жизни. Отчасти это так, отчасти я с этим согласен. Но отказываться от всего остального не нужно. Все эти жанры это тоже элементы чтения. Визуального, аудио, видео, текстового, тактильного и так далее. Все это тоже очень важно. И отключить их, заменить все книгой не нужно и да и невозможно. В этом нет смысла. Ребенок будет и тот же подросток, да и взрослый, более разнообразный, более интересный. Если он вместе с вами, либо самостоятельно будет все это изучать. Ну и седьмой у нас, по-моему, последний. Да, последний. Не нужно из чтения делать культа. Это вот как раз про взрослых, которые любят, чтобы ребенок читал. То есть вот если ты не читаешь, то ты не такой, то что-то с тобой не так, тебе нужно читать. Давай мы с тобой займемся. То есть культы делать не нужно. Читает чуть-чуть, читает чуть-чуть. Не читает, но проблема, вернее, не проблема. Он читает. Так или иначе, он читает все равно. Просто это не видно. Просто он не сидит с книжкой или она перед вами. Так, у нас, по-моему, вопрос. Два вопроса. Значит, так прививка не нужна, все хорошо. Спасибо за вопрос огромный, Ирина. На самом деле данный вебинар, он немножко провокционный. Конечно же, никакая прививка не нужна абсолютно. И делать прививку глупо. Потому что никаких прививок не поставишь. Нельзя заставить. Нельзя внушить. Даже примеры плохо работают. Вернее так, на короткий срок можно запугать. Можно... Вернее так, что работает. Можно запугать ребенка. Можно на него давить. И он будет читать. Но он будет это делать не для себя. Он будет это делать для тех, кто эти инструменты, скажем так, применяет к нему. А это уже элементы насилия. И ничего хорошего из этого не получится. Это как пружина, которая рано или поздно сработает. И какого-то грамотного, осмысленного чтения тоже не будет. Повторюсь, главный эксперт, на мой взгляд, все равно сам подросток, сам ребенок. Поэтому, да, я считаю, никаких прививок не нужно. Все изначально по умолчанию. Хорошо. Единственный момент. Мы хотим, конечно, все, чтобы наши дети, внуки, у кого есть внуки, племянники, читали больше. Да, такое желание есть. И что с этим делать, я скажу чуть дальше. Спасибо за вопрос. А теперь лайфхаки. Что можно попробовать? Сразу говорю, так же как с анти-лайфхаками. Лайфхаки могут не сработать. Даже все семь. Дети разные, взрослые разные. Методы получения информации разные. Просто в какой-то момент хорошо бы просто понять, ваш ребенок, он больше кто. Он любит тактильные ощущения. Он аудиал. То есть он любит слушать. Либо он любит работать глазами. И это не говорит о том, что все. Если он слушает или работает глазами, читает, к примеру, текст, что все, он не сможет слушать. Нет, это все нарабатывает. Но иногда это бывает сложно. Кому-то очень сложно читать. Но спустя какое-то время прочтения энного количества текстов читать проще. Кому-то очень сложно слушать. Но спустя какое-то количество прослушанного материала это приходит тоже в норму. Это навык. Его можно отработать и наработать. Теперь мы пойдем по лайфхакам. Читайте ребенку вслух. Элементарные вещи. Я вообще ничего нового на самом деле говорить не буду. Я буду говорить вещи, которые вы знаете, которые стары, как мир. Но здесь есть добавка. Хорошо бы, конечно же, читать, чтобы читал и папа, и читал и мама. По переменной, по очереди, по одному вместе. Потому что, опять же, если это девочка, если это мальчик, есть все-таки какая-то ассоциация. Дети видят, что происходит. И это очень важно. Просто, чтобы такой момент был в жизни у ребенка. Вот этот пример читающего отца, читающей мамы. Пусть он будет каким-то недолгим. Но это запоминается. Это так и есть. Будет хорошо, если дома со временем появится библиотека для малыша. Ну, это дорого. Говорю сразу, особенно сейчас. Книги вообще очень дорогие. Очень дорогие детские книги. Но все устроено так, когда в доме появляется малыш, со временем появляется небольшая библиотечка. Самых разных книг. Есть же книжки, с которыми можно плавать. Есть книжки, с которыми можно грызть. То есть все уже продумано, все уже есть. Поэтому со временем появляется небольшая библиотечка. Пусть это будет 5 книг, пусть это будет 6 книг. Но они будут лежать на видном месте. Это уже будет ваша библиотека. Это уже будет определенное приобщение ребенка, да и вас. Я убежден в том, что дети даются не просто так. Дети – это в первую очередь развитие для родителей. Еще вопрос, кто кому больше нужен. Поэтому такой момент. Третье. Расскажите ребенку, а самое главное, покажите, что есть в библиотеке. Книжные фестивали, развалы, блошиные рынки. Не нужно водить каждый день по всем библиотекам района, фестивалям и так далее. Один раз просто покажите. Вот мы, когда переезжаем куда-то жить, либо на время, мы какое-то количество времени находим, чтобы освоить территорию, понять, ага, здесь супермаркет, ага, здесь парикмахерская. Так же с подростком и с ребенком. Берем его и отведем в библиотеку. Запишем, если он захочет. Не запишем, если он не захочет. Но покажем, что это можно сделать. Поговорим с библиотекарем. Возьмем какой-то буклет. Сейчас во многих библиотеках дают буклеты, где все расписано, куда пойти, чего, как, как получить билет и так далее. Те же фестивали. Можно пойти туда, выбрать книгу. Те же блошиные рынки, где по заниженной цене развалы, такие книжные фримаркеты, где по заниженной цене можно купить очень хорошую книжку и показать. Вот смотри. То есть эти формы, они несложные, но они, опять же, останутся в памяти. Они обязательно останутся в памяти. И так или иначе послужат расширению кругозора у ребенка, что очень важно. И он потом сам со временем этим будет пользоваться, так или иначе. Дайте возможность выбирать книги. Даже если хочется, чтобы он прочитал все, что вы читали. Если хочется, можно в игру сыграть. Можно пойти в книжный магазин или куда угодно, в библиотеку, на какой-то развал. Купить книгу, взять книгу. Сыграть такую игру. Вот смотри. Ты берешь 4 книги или 5, которые хочешь. И я беру 5. И мы их потом перемешаем или обменяем все ими. И будем по очереди читать. Либо смотреть, листать. Что тоже неплохо на самом деле. Через одну. Одну мою, одну твою. Вот и игра. И тут есть выбор, и никто не ущемлен. И получается, и родитель поучаствовал со своим опытом, и у ребенка был выбор, что очень важно. Это тоже элемент игры. Вообще элемент игры очень важен. Попробуйте придумать свою книгу. Она может быть любой. Просто дети любят фантазировать. Взрослые тоже на самом деле, но делают вид, что не фантазируют, что они очень серьезные. На самом деле фантазии очень много у взрослых. И те же глупости делают в каком-то смысле и взрослые в основном. Попробуйте придумать книгу. Запустите самую невероятную фантазию. Нарисуйте что угодно. По книге, не по книге. Например, у вас была прогулка в лес. Рисуйте зверей, которые вы видели в лесу. Либо вы никого не видели, но нарисуйте, кого вы хотели бы там видеть. И, собственно говоря, эта форма, она послужит тоже приобщению. Это еще и семейная игра. То есть семья от этого будет только крепче, и понимание возникнет. Так, шестой. Ну, это классика жанра. Выбирайте яркие книги. И пусть они остаются дома на самом видном месте. Ну, тут сложно что-то добавить. Это понятно. Почему яркие? Так, у нас есть вопрос. Елена, спасибо. Да, возможно, выбирать это важно. Но я, как библиотекарь, сталкивалась с тем, что дети не умеют выбирать книги. Их надо этому учить. Что вы думаете по этому поводу? Хороший вопрос. Я сейчас со своей точки зрения скажу, что я думаю по этому поводу. Он никак вас не касается. Ну, то есть я сейчас к Елене обращаюсь. Я сталкивался с тем, что дети боятся библиотекой. Я сталкивался с тем, что есть определенный уклад. Как вот раньше было в библиотеках. Там, туда не ходи, сюда не ходи. И такого очень много. Вообще у библиотекарей, я сейчас говорю про муниципальные библиотеки, про школьные. Мне сложно что-то говорить, хотя я работал в школьной. Но я работал в частной школе. Там немножко все по-другому. А библиотекарь со временем превращает свою библиотеку, то, что я наблюдал. Я говорю про свой опыт, в дом. И ему очень обидно, когда ребенок, не обращаясь к нему, проходит мимо. Что-то там может выбрать. Так и хочется остановить и сказать, э, ты куда пошел? Ты же еще маленький, ты ничего не знаешь. Давай я тебе расскажу. Даже если это не говорить, это считывается. И у многих существует какая-то ревность. Это моя библиотека и так далее. Не пропущу. Так или иначе. В фонд не ходи, она маленькая или он маленький. Он там все перепутает, за ним надо следить. Существуют такие проблемы. Дети это видят. Естественно, ну, есть дети робкие. Даже если они это не видят, они изначально будут робкими. То есть, есть проблема в самой библиотеке, в самом библиотекаре. Есть проблема в ребенке, когда ребенок робкий. Это другой вопрос. Есть проблема, я тоже с этим сталкивался, это тоже потрясающе, когда выбегает три библиотекаря на одного ребенка, я видел эти шальные глаза, и он не знает уже, ему уходить или что. Или его сейчас будут вводить по библиотеке, три разных библиотекаря. И такое бывает. Это все на самом деле чаще всего пугает. Соглашусь с вами, что есть такой момент, что действительно ребенок и не всегда умеет, и не всегда знает, чего хочет. Но не нужно за него решать. Пусть он... Самая лучшая форма отправить его в фонд, открытый фонд. И пусть он выберет, что хочет. Другой вопрос. Если он не знает, что выбрать, если он ходит от стеллажа к стеллажу, можно задать ему вопрос. Если он разрешит... Это, может быть, звучит как-то грубо. Но если подросток или ребенок разрешит библиотекарю помочь, ему нужно помочь. Если он не просит о помощи, можно подойти спросить, все ли в порядке. Но только спросить, а не навязывать свою помощь. Вот что я думаю об этом. Так, у нас... Нет, у нас нет вопросов. Пока нет вопросов. Так, про яркие книжки определились. Значит, седьмая. Покупайте... Это мое любимое. Покупайте книги с элементами игры. Здесь лабиринты, пазлы, раскраски и так далее. Пусть это будут одноразовые книги. Пусть это будут какие-то книжки-раскладушки. Конечно, очень сложно с ребятами маленькими. Они чаще всего рвут эти книжки. Так уж устроены дети. Но это очень сильно приобщает. Приобщает ребенка. Он понимает, что с книгой можно... Я сейчас скажу страшную вещь, но можно делать все, что угодно. И это как раз и есть то самое познание, то самое развитие и приобщение к семейственности, к чтению. Тема довольно глубокая, как я уже говорил. Тут не просто, а почему ребенок не считает. Тут и психологические аспекты вылазят. Очень по многим параметрам. Так, мы переходим к следующему блоку. И тут я хочу перевернуть немножко пирамиду. По шагам. Первый шаг. Воспитывайте самого себя. Или я осознанный взрослый. То есть, на мой взгляд, то, что я наблюдаю, проблема в первую очередь не с детьми, не с подростками. Проблема в первую очередь со взрослыми. Большая проблема. Поэтому я подобрал список книг. Это всего пять книг, которые могут помочь взрослому человеку воспитать себя, прийти к какой-то осознанности, уйти от комплексов, которые очень часто перекладываются на ребенка. И вот происходит какая-то игра некая. А ребенок и подросток не понимают, что происходит. Вот это те самые пять книг, к которым можно обратиться. Они очень хорошие. И, по крайней мере, что-то понять про себя. Что я делаю не так? И почему я где-то манипулирую подростком? Почему я в какие-то загоны его загоняю? И зачем мне вообще это надо? Шаг второй. Понять своего ребенка. Также даю пять книг, которые я отобрал. Есть аудиоверсии, аудиоформаты. То есть, как он растет, как он живет. Это вот эксперты дают свое мнение, свою оценку. Я так себе эксперт, если честно. Обращаться в этом плане лучше к ним. И вы поймете своего ребенка, либо соседнего парня, либо девушку. Вам будет уже лучше это как-то понимать. И принимать его, что самое главное. Мы очень часто не принимаем подростков. А потом удивляемся, почему они не читают, либо еще что-то происходит. Шаг третий. А вот теперь мы переходим к прививкам, которые надо делать детям. В кавычках. Книжки, но уже и для родителей, и для совместной работы с ребенком. То есть, такие семейные. Как помочь ребенку читать? Это не первый шаг. Это третий шаг. После первого. Работаем над собой. Еще раз читаем книжки про ребенка. Как он развивается, как он растет. И только третий шаг. А как же сделать так, чтобы ребенок читал? Это только третий шаг, а не первый. Вот перевернутая пирамида. И также отличные пять книг. Следующий аспект. Я хочу порекомендовать то, что рекомендую всем. Я думаю, что вы в курсе. Но на всякий случай рекомендую. Электронные ресурсы, которые помогут вам продвинуть чтение. Ну, как на своих платформах, площадках, так и в своих семьях. Это детская комната Арзамаса. Там куча материалов самого разного. Аудио, видео, стишков и так далее. Очень отобранного, четкого. Национальная электронная детская библиотека. То же самое. Это РГДБ, Российская государственная детская библиотека. Федеральная. Главная в России. Там тоже производится отбор детских журналов. Как раз советских. То, что любят среднее поколение. Диафильмы. И все самое разное. И сайт в Эпландии. Это агрегатор множества сайтов. Там есть игровые сайты. Сайты по русскому языку и так далее. Чем это все хорошо? Это все отобрано. И нет никакого риска, что подросток наткнется на какую-то плохую информацию. То есть это все зеленые сайты. И там много информации. Много параллельных сайтов, но они все зеленые. То есть безопасные. Идем дальше. Ага. А дальше мы заканчиваем. Мы заканчиваем. Это моя почта. Если кому-то нужно будет, я не знаю, спросить мое мнение, выслать презентацию, поговорить по душам, пригласить куда-то, выслать списки книг. Ну, вы придумайте что-нибудь, если нужно будет. Вот, пожалуйста, пишите на почту. Я очень люблю отвечать на всякие вопросы. Так. И мы закончили. И я, как и обещал, хочу в конце дать ссылку на тот самый Google Диск. Вдруг у кого-то не выйдет. Это презентация и плакат Пеннока. По его 10 правилам. Сейчас я отправлю. Вот. Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Время, я так понимаю, еще есть. Ссылка висит. Задавайте вопросы. Я жду, пока в меня полетят статуэтки Пушкина, помидоры. жду обвинений. В общем, я чего-то жду. Задавайте вопросы. Если они есть, конечно. У меня... Да, я еще раз я еще раз пробулирую ссылку. Дмитрий Викторович, а посмотрите, пожалуйста, во вкладочке «Вопросы». Там было у нас несколько вопросов. Все. На все ответили. Все у нас учтено. Так. Так, но это не вопрос. Так. Вот Галина. Наверное, я не ответил. Извиняюсь, я проглядел. Все же, когда родители, придя в библиотеку, дергают ребенка, им некогда. А он в это время погружается в книги. Как реагировать библиотеку? Были ли вы в такой... Ну, был ли я в такой ситуации? Очень хочется таким родителям сделать замечание. Пум-пум. Это безумно сложный вопрос. Вот крути-не крути. Нужно понимать. Мы... Я знаю, что есть педагоги и библиотекари, которые... И педагоги, и библиотекари, и все вместе, и педагоги, и библиотекари, которые не считают себя сферой услуг, сферой обслуживания, и вы говорите, как-то так, как мы так, мы культура, мы образование. Я считаю, что библиотека, любая библиотека относится к сфере услуг, к сфере обслуживания, хотим мы того или нет. Это... Как это не прискорбно, это ответственность родителей. Можно порекомендовать замечания? Думаю, нет. Все, что происходит с ребенком по попустительству, я так считаю, по попустительству родителей в библиотеке, но то, что родители создают такую атмосферу вместе со своим ребенком, что ребенок не заинтересован читать, не заинтересован брать книги, и ему вообще ничего не надо, это не ответственность библиотеки, это не ответственность библиотекаря, это ответственность родителя. Правда, мы можем, я думаю, должны порекомендовать, посоветовать что-то, но нам могут сказать «до свидания». И тут библиотекарь, конечно же, отходит. Мы не можем навязывать ничего. Правда, в моем опыте была такая история, когда приходили такие родители, я не буду их критиковать, они со своим миром просто, а потом со временем приходил ребенок, и тут уже можно с ним разговаривать, и действительно, он более, может быть, спокоен, более, может быть, осознан, то есть он пришел уже не просто так, он пришел уже по какому-то пути. И за это спасибо родителям, они привели ребенка. Вот такой у меня ответ. Следующее. Так, это не вопрос. Елена. Да, возможно, выбирать это важно, но я как библиотекарь сталкивалась с тем, что дети... А, это я уже извиняюсь, на это я ответил. Так, спасибо за ответ, но я имел в виду несколько другое. Допустим, дети младшего школьного возраста берут книги не по возрасту, ориентируются только на обложку, не открывая книгу. Речь, конечно, не идет о каком-либо давлении. Елена, спасибо огромное за вопрос. Да, я не так, скорее всего, вас понял. Я сторонник... Так, скажу так. Закон о маркировке глупый. Я считаю, что его не должно быть в такой форме, в которой он есть. Но, к сожалению, он есть, и библиотекари должны следовать этому закону. Это проблема колоссальная. Ребенку нужно объяснять, что если он хочет взять эту книжку, он должен прийти со взрослым в таком случае. Да, и выдать эту книжку на взрослого человека. Скорее всего, такой формат. Ну, то есть, это брат может быть, это может быть родственник, это может быть ближайший родственник, родитель. То есть, это не давление. Здесь, да, я вас полностью поддерживаю. Есть такая проблема. Сам не раз с этим сталкивался. И именно это отбивает все желание очень часто у ребят ходить в библиотеку и выбрать книжки. Потому что они правда хотят выбрать то, что взрослее. взрослее. То есть, на год, на два года. Разницы почти никакой. Нормально все будет, все пройдет. Но, к сожалению, условия, те рамки, в которые мы поставлены, да, говорят о том, что не нужно выдавать. Это плохо, это, но это беда, конечно. Вот. Так, вопросов. По-моему, я на все вопросы Татьяна. А если ребенок не определился со своими интересами? Если он не определился со своими интересами, все очень просто. Его можно попробовать заинтересовать. как это сделать? Провести экскурсию по библиотеке, если он в первый раз. Рассказать, какие есть выставки. Рассказать про тематические стеллажи. Я знаю, что у меня, по крайней мере, так было. Были стеллажи с фантастикой, стеллажи с какими-то историческими романами, и в том числе подростковыми. Вот. И потом в какой-то момент оставить его одного. Очень часто выбор у таких ребят, он интуитивный. То есть они либо ориентируются на обложку, либо на то, что порекомендовал библиотекой, либо просто то, что зацепилось за руку. И это тоже хорошо. Пусть привыкают, пусть приобщаются. Это правда. У ребят очень часто не то, чтобы отсутствует интерес, они просто не знают, что. это несложно. так дайте им что-нибудь. Покажите, расскажите. Либо пусть выберет. Ну, да, есть проблема с тем же возрастом. Это если... Они, как правило, хотят постарше выбрать. Вот в чем проблема. Если им скажешь нет и объяснишь, они, как правило, уходят ни с чем и обижаются. Есть такая проблема, конечно. Так, а где плакат? Плакат должен быть. Ссылку, пожалуйста, сохраните. Я на всякий случай проверю. Ссылка будет активна пару дней. Если там нет плаката, я его дозагружу. Хорошо? То есть, вы просто чуть позже, где-то минут через 30, зайдите еще раз туда. Но там должен быть плакат. Я туда его загружал. Так, коллеги, если нет вопросов, то, наверное, наш вебинар, если я правильно понимаю, наверное, он подходит к концу. Все, всем спасибо. Спасибо. Был очень рад с вами рассказать вам про прочтение и про такие формы. Лариса написала кучу восклицательных знаков. Что бы это значило? Я не понял. Это что? Все, всем спасибо, всем всего доброго. Так, появились вопросы. Тоже, тоже благодарят. Спасибо. Спасибо.